Приветствую всех любителей хороших игр, с вами по-прежнему Rears, это игра Ark Survival Vault. Вышла новая часть Хроник Генезиса, и сегодня мы посмотрим на новые записки и на патч-ноты, которые добавили. Ну и конечно же на финальную часть комплекта пораженного аватара. Это новые скины, в частности нас интересуют сегодня перчатки и грудь. Начнем с карты Аберация, первые координаты с запиской находятся на 28 и 76. Идем искать. Нам понадобится компаньон Хелена, вот она, привет. Моногарм, чтобы быстро передвигаться. Помчали. А че еще здесь жара? Почему? Пишет, что день. Окей. Будем смотреть, как крутится кусочек операции вокруг земли, пораженной. Где еще такое можно увидеть? Зато чертовски красиво. Да, эти записки можно получить только если у вас есть компаньон. Компаньон получается за приобретение дополнения Генезис. Ну, либо за пак DLC. Одна из записок. Не понимаю, как ты живешь среди постоянной опасности. Здесь за каждым углом и в каждой пещере таится угроза. И он ужаждет тебя сожрать. Я бы хотела тебе помочь, но Хелена не дала мне способности сражаться. Никаких гранатометов и тому подобного. Она даже не дала мне рук, чтобы держать оружие. Все, что у меня есть, это сканеры короткого диапазона, диагностическая программа и милый характер. А еще большой словарь и неприличный слов. Интересно, пригодится ли он когда-нибудь? Конечно, пригодится, когда на тебя 50 тысяч китайцев пойдут. Ну что ж, теперь идем на Extinction. Остальные записки ждут нас там. Вот он, на поверхности. Даже никуда нырять не пришлось. Упс, совсем забыл про компаньона. H1A сообщает о приключении. Ну и че? Детекти. Хорошо, нужно отойти. И вернуться. Хлобумба зашибумба. Интересно, есть ли на Земле еще люди? Кроме вас, выживших, конечно. На моих сканерах нет никаких признаков их присутствия. Само собой, Земля большая. Но думаю, были бы какие-то радиосигналы или что-то еще, чтобы дать нам знать, что мы здесь не одни. И если людей здесь больше нет, то куда они все исчезли? Они уничтожили друг друга и их погладили титаны. Даже если весь людской рот уничтожен, где-то же должны быть его останки. Ну, его как бы пораженный элемент уничтожил в родине по сюжету. Ну да ладно, и ты должна была об этом знать. Потому что тебя создал Ахилен. Ахилен об этом всем знает. Ну, такое себе. Мне уже не терпится посмотреть, как выглядит грудак у этого скина. Оправдает ли он мои ожидания? Напоминаю, что я думал, что... Ну, не думал, а надеялся на то, что данный скин будет с какими-нибудь крутыми наплечниками. Шапка на это намекала. Где-то здесь. Вот она. Мы пионеры, но мы не первые выжившие, вернувшиеся на Землю. Много лет назад сюда вернулось несколько выживших. Среди них была Хелена. Та, которая создала меня. Они оказались в таких же жутких условиях, что и ты сейчас. И они также искали свой путь к спасению. Для Хелены это означало возвыситься и стать хомо-деос. Энергией, выходящей за пределы нашей реальности. Для ее друзей это означало долгий путь до местности под названием Арат Прайм. Где они нашли способ, как телепортировать Хелену в симуляцию Дженесис. А потом она создала меня. Вот, уже поинтереснее. Уже крупицы сюжета раскрываются. Очень было интересно узнать. Спасибо, мини-Хелена. Подвязывают нас потихонечку к дополнению Генезис. 53 на 76. Вот, вижу уже. Вот здесь, в канализации. Как только друзья Хелены телепортировали ее в симуляцию Дженесис, она создала меня. А затем ушла. Я думаю, создания хомо-деос не могут надолго оставаться в нашей реальности. Ну, или симуляции. Она дала мне базовый доступ к симуляции, но не оставила подробных инструкций. Но, наблюдая за тобой, я начинаю понимать, что мне следует делать. Помогать тебе, быть твоим компаньоном и другом. Так же, как Хелена помогала своим друзьям, и ее друзья помогали ей. Вместе мы освоим симуляцию Дженесис и пройдем все предназначенные нам испытания. Двигаемся дальше. Вижу. Вот, все, скин получен. Когда дела на земле пошли совсем плохо. Войны. Негативное влияние элемента. Масса других проблем. Люди стали искать пути выхода. Одним из таких выходов был хомо-деос. Человек божественный. Следующий этап эволюции. Другим выходом, в некоторой степени, были вот такие арки. Симуляция Дженесис тоже была одним из планов спасения. Хотя вы, выжившие, имеете более крепкую природу. Вы адаптируетесь и отличаетесь выносливостью, а не просто бежите от проблем. Спасибо. Ну что ж, погнали смотреть на новенький скин. Сейчас я подготовлю все. О, да, 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 есть! Крутые наплечники! Ура! Наконец-то! О чем я и просил! Спасибо! Спасибо, уважаемые разработчики! Блин, а надо какой-то... Другой антураж выбрать. Здесь скин сливается вообще полностью с задним фоном. Давай куда-нибудь повыше заберемся. Вот так взлетим. И посмотрим. Воу! Смотри, как мощно выглядит наш главный персонаж. Еще бы какой-нибудь плащемый, да? Плащеница, так сказать. Чтобы вообще было шикарно. Ну слушай, прям лич личом. Только немножко пораженный. Вот такой, знаешь, как голограмма. Джонни Сильверхэт. Из Сайберпанка. Все дела. Ну слушай, выглядит... Чума! Чума! Огонь! Огниво! О да! О да! Ну что, покрасим немного? Если кому интересно, как покрасил, то... Смотрите. Шестой регион. Голубой. Он же Каеновый. А остальное все небесный. Вот так это выглядит. Ну слушай, красить-то, как обычно, не очень так, как хотелось бы. По-прежнему нельзя внутреннюю часть залить. Вот давай попробуем в красный это дело закатать. На груди это лучше хорошо проверяется. Видишь, она как была прозрачная такого цвета, такая осталась. Ну-ка, если попробовать все в красный закатать. Потому что она с частями тела меняется. Ааааа! Девка за рулем была, оказывается. Ё-моё! Это пятый регион красит... Да, во! Пятый регион красит внутренности. Хорошо, тогда перекрашиваем. Какой-то голем получился. Окей. А смотри, как затонировали. Красиво, слушай, смотрится. Ну что, господа, пишите, как вам полный комплект скина Аватар Зараженный Оставляйте свое мнение в комментариях Давай полностью сатанируем Практически Дарт Вейдер Люк, я твой отец, все дела Хорошо, еще немножко повозвращаемся Я хочу подсветку сделать золотой Золотой это пергаментный краситель Либо оливковый Давай оливковый попробуем Во, во, билайн Хорошо Ну что ж, на скины посмотрели Оставляйте свое мнение в комментариях Сейчас давайте быстренько пробежимся по патчноутам Патчноты были Ну я приятно был удивлен, когда я их прочитал Есть патчноты, конечно, те, которые для пвпшников покажутся менее привлекательными Например, уменьшен радиус вспышки растения Z на 50% Растение Z это то растение, которое Плоды которого позволяет скидывать наездников Ну и обездвиживать животных и игроков на некоторое время Зато уменьшили вес гранаты растения Z с 10 кг до 5 кг Можно их больше таскать Уменьшен вес выделенного хранилища с 50 до 20 кг Это, видимо, да, вот оно, выделенное тег хранилище Вот это, окей, делим Ну да, 20 кг весит Окей, понял, видимо, раньше 50 весело Теперь время приготовления на провышенном гриле сокращено на 50% Это теперь можно выращивать животных Вау! Ну просто жарить мясо, как из пулемета Урон от взрывов по металлической платформе для скал больше не уменьшается на 50% На 10% сокращена продолжительность землетрясения на карте Аберейшн Время песчаной бури на 15% сокращено на карте Выжженные земли Теперь атаки с отталкиванием больше не распространяются на Бронта Допустим, Бронта раньше может было толкать, как и любое другое животное Допустим, тем же Диплодоком, который может отталкивать Либо что еще там может отталкивать своим укусом Да другое Бронта может хвостом отталкивать Это должно притягивать Да, схлопнулись вместе они Давай теперь на отталкивание Бам, разлетелись, окей Пробуем на Бронта Ооо, додушка вообще улетела в закрайма Ну хорошо, да, Бронта не подвергается ничему Урон пистолета Мека снижен на 10% А это печально Это печально Урон был неплохой Да, у некоторых построек снижен расход бензина На 50% Химический стол Электрический генератор Станок Промышленная печь Промышленная плавильня Промышленный гриль И промышленная дробил Все основные элементы, собственно, которые работали раньше от бензина На них снижен расход на 50% Очень сильно облегчает жизнь Если ты не пользуешься теком Перед тем, как мы перейдем к самому интересному У меня есть для вас несколько анонсов Это два ивента Которые хочется провести в ближайшее время Первый из них ивент Это... А названием у него нет Давайте я вам сейчас расскажу суть этого ивента А вы название придумайте в комментариях Проходить он будет на наших серверах Это Rears Games Сервер будет проходить на PvE кластере на карте Вальгуэра Суть ивента будет заключаться в следующем С вашей стороны нужно будет 15 дудо и 15 жуков Желательно дудошек выращенных, жуков топовых Для начала вам нужно будет пройти полосу испытаний Спойлер раскрывать не буду Какая именно полоса испытаний будет Но дудошек готовьте и жуков хороших Проходите полосу испытаний И в итоге вам нужно будет между друг другом биться Биться вашими дудо и жуками Против других жуков и дудо За первое место Вот такой ивент Я уже протестировал Ивент будет интересный Полоса испытаний забавная Либо будет это проходить на стриме Либо я запишу отдельный ролик, еще не знаю Этим конкурсом занимается Лена Админ Хелен Если хотите участвовать, то пишите ей в Дискорде В Дискорде ее зовут Хелен Ссылку на Дискорд думаю найдете Про призы тоже говорить ничего не буду Буду для вас сюрпризом И еще один конкурс от меня Это конкурс внешнего вида Конкурс костюмов Что нужно сделать? Подобрать какой-нибудь прикольный образ Ну вот допустим накидать себе Скинов Каких-нибудь на себя Скинов Брони Сочетание брони Раскрасок на персонаж Желательно раскраски Чтобы были от руки нарисованы Ну и в общем какой-нибудь прикольный образ сделать Скинов много в игре Брони много Думаю, что получится что-нибудь интересное Прически там все возможны Тоже этого полным-полно И раскрасок Персонажи получаются шикарные Вот так смотришь по серверу То, как свой персонаж сделал Выглядит Некоторые прям вообще конфетка Там один золотой чувак гонял Тоже забавно смотрелся Не помню с какого трайба Ну где-то на ПВЕ сервере Этот конкурс будет проходить на всех серверах Придумайте какое-нибудь небольшое описание Своего персонажа Ну и конечно скриншот Желательно спереди, сбоку и сзади Чтобы в полной мере оценить вашего персонажа Затем, когда соберется Определенное количество участников Мы проведем как на ПВП Так и на ПВЕ сервере Данное мероприятие Пишите мне Либо в ВКонтакте личным сообщением Либо в Дискорде РИРС С пометкой Конкурс костюмов Тоже название для этого конкурса придумывайте Посмотрим, сколько человек откликнется И процедуру проведения конкурса Уже обсудим более подробно В идеале это конечно провести Голосование в том же Дискорде Или в группе ВКонтакте За определенного участника Затем зайти в игру И подснять ваших героев На каких-нибудь пересталах Будет прикольно А теперь возвращаемся дальше К патчнотам Да, совсем забыл сказать Что обновление носит Цифру 303.1 Это важно Теперь у нас количество стаков Изменилось у некоторых предметов Сладкий овощной кекс Раньше можно было таскать в стаке 5 штук Теперь можно таскать 10 Это значит, что они будут Дольше храниться у вас Сырое мясо Вместо 20 40 штук Можно продемонстрировать это И дрить он жирный Как пояс пассажирный Ладно, там есть мясо Пойдем смотреть На примере мяса хотя бы Итак, смотрим Да, мясо по 40 штук Прайм Вот, к сожалению, прайм, баранина И прочие важные Пуски мяса С животного Которые нужны для приручения Они по-прежнему стакаются По одной штучке Сделали бы хотя бы по две Было бы очень шикарно Очень Органический полимер Теперь стакается по 20 штук Древесный сок Сок стакается Вместо 20 По 30 штук Волокно Вместо 200 Стак теперь равен 300 Где-то один тракторист Сейчас ухмыляется Солома Вместо 100 200 Вакуумные отсеки И вакуумные шлюзовые отсеки Вместо 100 В один стак Как обычная постройка Теперь стакаются по 5 Видимо борются с дюперами По-прежнему Пытаются с этим бороться Видимо еще дюпают Итак Теперь самое интересное Из самого интересного Из блока Самое интересное Самое интересное Сейчас подберем Вот так вас немножко Тавтология облил Будем наглядно смотреть На то Что изменили Увеличили размеры Инвентаря У некоторых предметов Изменен размер В ступке В ступке теперь 24 слота Было 12 Теперь можно В 2 раза больше Заложить сюда Тех же самых наркотиков Я вспоминаю Просто как делал наркотики Одна ступка Если полностью загрузить 1 к 5 же Он делается 5 наркоберий Одно протухшее мясо Можно было 200 наркотиков Сделать в ступке Теперь можно 400 за раз Запускать Термошкаф 48 слотов Термошкафух Шкафух 48 слотов Термошкафах Бежу увеличивают Второй раз Обычная печь В ней тоже Теперь можно Закладывать 8 слотов Было В печке Представляете 8 слотов Теперь здесь 24 слота Ох Теперь плавить Можно Заздрасти просто Химический стол В химическом столе Теперь 100 слотов Было 60 Ну было и так много Но теперь Соточка Вообще отлично Холодос До 80 слотов Увеличен Было 45 Я помню 48 Прошу прощения 48 слотов Теперь Облегчает Потихоньку Жизнь Обычного Работяги Варки Смотрите В промышленной Печи Теперь 100 слотов Промышленной Плавилки Было 60 А А А Технологии А А И Кибловарк Можно Теперь Тоже Больше Киблов За раз Варить 80 слотов Было 48 Также Уменьшена Продолжительность Оглушения Медусы Угрей На 20 Можно засунуть Два человека Один в зубах Другой На спине сидит Мегалозавр По такой же схеме Прокоптодонт По такой же схеме Работает А только вместо зубов У него сумка Теперь их нельзя Переносить В общем никак Этих животных Только Креоподам Ну что ж Господа Вот такое обновление Вроде про все рассказал Все показал Если что-то упустил Пишите об этом в комментариях А с вами был Рирс Приходите играть к нам на сервера Ссылка на них Как всегда В описании Два ивента Готовьтесь к ним Если есть желание участвовать То пишите Либо Мне Либо Хелен В дискорде Либо в ВК Подробнее Расскажем Обязательно сделайте Все эти ютубские процедуры Лайк Коммент Репост Подписка Колокольчик Со всеми вдомлениями Это очень важно Чтобы всегда быть в курсе Когда выходит следующий ролик Чтоб вам уведомления Вообще приходили везде Куда только можно Ну а также Рассмотрите возможность Стать спонсором Ютуб канала Вы получите смайлики в чате Значки И будете появляться В конце каждого ролика По арку и атласу Такие дела С вами был Рирс Всем счастливо Всем до новых встреч Редактор субтитров Субтитры сделал DimaTorzok